Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео хочу показать вам вторую часть своих пустых баночек за июнь. Кому нравится подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра! Начну я по традиции с бытовой химии, по ней я пробегусь быстро. Во-первых, закончился у меня из серии дом Фаберлик, вот такой вот стиральный порошок, универсальный, концентрированный. Здесь еще старая версия, 1 кг. И он равняется 3,5 кг обычного порошка. Он универсальный, соответственно, подходит для любых видов тканей. Мне порошок понравился, потому что он не имеет какого-то яркого аромата, нету насморка, кашля, никаких аллергических проявлений. Хорошо выполаскивается белье после стирки, после глажки, например, когда там и неделю-две лежит уже чистое белье в шкафу, в гардеробной. Никакого плохого аромата не появляется, как обычно это бывает с магазинными порошками, просто я к ароматам чувствительно. Ну и хорошо справляется со своими задачами, поэтому очень довольна, очень нравится. Дальше закончился у меня также для стирки вот такой вот отбеливатель. Босс плюс, максимум из магазина Шан, стоит он там 20, по-моему, 6 или 29 рублей. Здесь 300 грамм, без хлора. В общем, отличное средство. Раньше мы пользовались антипетином. Ну, он сейчас стал довольно-таки дорогой, хотя хорошего качества наверняка дорогой, есть более дорогие средства. В принципе, мы можем покупать антипетин, и я даже думаю, что мы его купим. Но для повседневной стирки, ну как бы мы решили, что антипетин будем использовать, когда уж что-то совсем уже такое, там какое-то загрязнение может быть, там жирное пятно, еще что-то. А в основном будем использовать вот этот Босс, потому что он со всеми загрязнениями просто на отлично справляется. Вот, и очень хорошая такая цена. У меня даже мама, которая прям фанатка антипетина, когда попользовалась вот этим вот отбеливателем, она сказала, что действительно очень достойный продукт. Поэтому будем покупать. Также уже не первый раз показываю вот такое средство для мытья посуды Прогресс. Здесь литр 300, стоит он 69 рублей в магазине Еврошоп, это магазин фиксированной цены. Здесь вот удобная помпа, огромная бутылка, средство довольно-таки густое. Это здесь, видимо, может быть, воду мама уже добавляла. Не знаю. Вот, так оно очень густое, экономичное, хватает надолго. Поэтому мы берем или его, или, ну так вот, чередуем жидкостью для мытья посуды от Фаберлик. В общем, и то, и другое нравится. Аромат здесь лимонный, не химозный, довольно-таки нормальный и, кстати, не яркий. Поэтому тоже пользуемся всегда с удовольствием. Еще у меня закончился кондиционер для белья из магазина Фикс Прайс. Фруктовое наслаждение в объеме 1 литр. Регулярно такой кондиционер беру. Я не знаю, как он именно по свойствам в плане смягчения белья, там, может быть, облегчения глажки, еще чего-то. Потому что я обычно вещи не глажу, так как предпочитаю всякие там спортивные стили. И, как правило, глажки не требуются. Но аромат мне очень нравится. Меня это полностью устраивает. Мне нравится вот этот аромат, фруктовое наслаждение. Еще такой розовый с цветочным ароматом. В голубой упаковке я не покупала, но аромат потестировала. Он мне не понравился. А так как аромат для меня довольно-таки важен, то, соответственно, приобретать не стала. Ну и последнее, что из именно бытовой химии у меня закончилось. Ну, вернее, из средств для дома. Это из серии Дом Фаберли. Кондиционер-бальзам для белья с ухаживающими добавками. В общем, 50 мл миниатюрка. Ну, поскольку средство концентрированное, мне его раза, наверное, на 3-4 хватило. Даже, по-моему, на 5, я не помню. Ну, не больше 5 раз, это точно. В общем, хорошее тоже средство. Никаких нареканий не было. Мне не нравится только в зеленой упаковке, потому что там аромокапсулы. И они сработали при повышении температуры тела. Или когда там что-то на батарее сушишь, очень нехорошо. А этот продукт очень хороший, в принципе. Ну, не знаю, я, по крайней мере, единственное, что ничего сверхъестественного не заметила. Чем бы он мог быть лучше вот этого. Поэтому, все-таки, скорее всего, буду брать фикс прайс. Но это тоже неплохо. И пробнички, в общем, классно. Следующие продукты, которые я покажу, они были по уходу за волосами. Во-первых, использовала я шампунь от Лепети Марселье для нормальных волос. Мягкость и сияние. Лена молочко, сладкого миндаля. Вот такая упаковка. Здесь объем 250 мл. Ну, с моими длинными волосами в любом случае мне его хватило раз, наверное, не меньше, чем на 7 раз. Может быть, побольше. Здесь вроде бы чуть-чуть осталось. Но как-то я уже выливала, вроде бы, его так основательно, видимо, стек. Ну, да использовать не буду. Что касается аромата. Вот вы знаете, когда я его купила, я отчетливо ощущала аромат миндаля. Сейчас я тоже ощущаю аромат миндаля. А, видимо, когда я им пользовалась, у меня как раз была обострилась анемия. И тогда как-то ароматы трансформировались. Поэтому я аромат миндаля, к сожалению, не ощущала. Что печально. Что касается самих свойств. В общем-то, хороший шампунь. Хорошо очищал волосы, не мочалил, не путал. В общем, никаких претензий к шампуню нет. Буду ли я повторять данный шампунь, честно говоря, не знаю. Когда я им пользовалась, думала, не буду, так как не ощущала миндаля. Сейчас вот миндаль почувствовала. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь, ну, если опять же по какой-нибудь акции, хорошей цене, может быть, приобрету. По крайней мере, плохого ничего не могу сказать. Но вот так вот, чтобы, знаете, прям какое-то впечатление он у меня произвел, такого нет. И использовала я его с масками для волос от Organic Kitchen. Во-первых, это радужный орех. Маска восстановления для волос, органические кедровые орехи и свежее миндальное молочко в объеме 100 мл. Мне эта маска понравилась. Понравилась, во-первых, прежде всего, конечно, ароматом. Я здесь ощущала аромат миндаля. Ну, вот как раз на половину этого флакончика мне хватило с моей даже, в общем-то, длиной данной маски. По свойствам мне тоже понравилось, потому что я ощущала, что волосы такие вот блестящие, гладкие. И, кстати говоря, волосы не жирнились. Я вообще мою волосы. Они у меня нормальные раз в 3-4 дня. И с этим средством не приходилось как бы мыть чаще. Но при этом волосы были ухожены. Поэтому данную покупку я буду абсолютно точно через какое-то время повторять. Потому что понравилось. И вторую часть вот этой бутылочки я использовала с маской «Горячая новость». Маска «Объем для волос». Это органический бразильский кофе и коричная палочка. В принципе, я как раз и купила, потому что мне нравится корица, нравится бразильский кофе. Ну, у меня, безусловно, была возможность потестировать этот аромат в магазине. Я, скажем так, он не противный, но в восторге я от него не осталась, конечно. Потому что там была такая немножечко неприятная нотка. Это как вот если заварить кофе, там когда вот эта гуща остается. Если кофе просто вот в чашке вот эта гуща немножко постоит. Вот какой-то такой запах. И цвет был не очень приятный. Но все-таки название сделало свое дело. Ну, именно не заявленные свойства, а вот составляющие я все же решила приобрести. Вы знаете, мне по свойствам эта маска понравилась не очень. Ну, потому что у меня были ощущения, вот волосы не жирнились. Но они выглядели грязными, но вот не в плане, что тяжелыми, жирными. Вот возможно, как если бы, например, нанести на волосы лак, лак для волос, например. Вот какие-то там мусы, еще укладочные средства. И вот было ощущение вот какого-то такого присутствия на волосах. Они какие-то были не то чтобы тусклые, но мне было неприятно до них дотрагиваться. Поэтому, конечно, покупку повторять не буду. Что же касается заявленных свойств, типа маска, объем. Ну, тут, знаете, такой закон подлости. То есть, тому человеку, которому объем нужен, люди его не видели. Вот я же этот эффект обнаружила. Действительно, я заметила, что прикорневой объем был немножко. Мне это, в принципе, не нужно, хотя меня это и не беспокоило особенно. Вот, ну, тем не менее. Также у меня закончилось от Ифраше масло. Так, Бабасу, Жожобая Макадамия в объеме 150 мл. Давно у меня, на самом деле, в использовании было данное масло. Оно мне очень понравилось. Возможно, когда-нибудь я покупку повторю. Ну, по свойствам, в принципе, масла, они для волос, это очень хорошо, полезно. Но это масло мне понравилось, прежде всего, ароматом. Потому что хорошо походить хотя бы час, а может быть и два-три с такой, да, с масочкой такой для волос. Но когда волосы жирные, это не очень приятно. А когда еще пахнет именно маслом, то очень сложно походить, скажем, с маслом на волосах подольше. По крайней мере, мне. А здесь, поскольку был очень вкусный, приятный аромат, то я могла спокойно ходить и два, и три часа. Ну, и волосы, конечно же, заметно лучше становились. Но, поскольку я уже где-то два года очень помешана на уходе за волосами, то, конечно же, все в комплексе дает какой-то результат. То есть, я не могу сказать, что какое-то следство конкретно мне помогло восстановить волосы. То есть, потому что они у меня были после окрашивания очень ломкими. Но я его, кстати, использовала не часто, вот это масло, потому что именно когда вспоминаешь о масле перед мытьем головы, я все-таки использовала что попроще. Что можно там, допустим, выдержать час. А когда я вспоминала заранее, то использовала вот это масло. И упаковка довольно-таки удобная. Единственное, что когда я покупала, я думала, что здесь может быть какая-то пипетка, но на деле просто крышечка и здесь вот такой ограничитель. Ну, в общем, хорошее средство. Нравится. Следующее, что у меня закончилось, это от Фаберлик. Бальзам флюид для секущихся кончиков волос. Здесь 15 миллилитров с маслом Амлы и артикул 89,67. Вот такая маленькая упаковочка. По-моему, черная цена у него 200 рублей, но всегда можно приобрести по каким-то акциям. Как правило, мне это все доставалось за 60 с чем-то, за 90 с чем-то рублей. И вообще, надо сказать, что продукт очень экономичный. Очень приятно пахнет и реально ухаживает за кончиками волос. Вот сколько пользуюсь, у меня волосы не секутся, никаких таких проблем уже не возникает. Ну и сама упаковка довольно-таки качественная. Вот этот носик пока еще ни разу не отломился, хотя у меня всегда привычку очень сильно закручивать. Но в любом случае. И вот так же выбрасываю упаковочку. Это просто я уже поставила в использование новый тюбик. Еще у меня закончилось концентрированный оттеночный шампунь-кондиционер Красан. Золотая медь. 83,56 оттенок. Очень подходит мне этот оттенок. Ну, этот шампунь, на самом деле, конечно, именно рассматривать как постоянное окрашивание нельзя. Потому что после него волосы такие становятся жесткие довольно-таки. Но понятно, что нужно использовать с какими-то масками, маслами. Это все понятно. Но мне нравится его использовать именно как промежуточное средство между окрашиванием. Вот когда, допустим, там до окрашивания осталось 2 недели, например, а волосы по каким-то причинам уже совсем, может быть, тусклыми стали. Ну, если я, например, использую какие-то увлажняющие или питательные шампуни, да, то приходится волосы мыть чаще. Вот. Поэтому вот это средство помогает как-то быстро вернуть волосам яркость. Или же, например, опять же, волосы там потускнели, а вам нужно куда-то пойти. Вот данный шампунь, он отлично помогает держать. Конечно, его на волосах тоже нужно где-то, желательно, для яркого оттенка 30-35 минут. Но все равно это экономит время. Потому что, например, саму краску нужно еще развести. Вот. А здесь уже там тюбик, из которого просто продукт выдавливается. И наносишь на влажные волосы, все это очень быстро, легко распределяется. То есть, даже не нужно там просить никого. Самостоятельно можно с этим справиться. Поэтому, в общем, нравится. Единственное, что цена, как мне кажется, не совсем бюджетная. Поэтому лучше ждать какие-то акции. Вот. А так, в принципе, вполне могу порекомендовать. И даже на мои длинные волосы, я думаю, что в следующий раз я буду делить тюбик пополам. Хотя он как бы совсем маленький. Но в любом случае. И еще для волос у меня закончились такие вот, сейчас покажу, ампулы. Это домашние рецепты против выпадения, укрепляющие комплекс. Здесь питает кожу головы, укрепляет корни и стимулирует рост волос. 8 ампул. Содержит масла шиповника, виноградные косточки, растительные керамиды и пантенол. Но я еще не все доиспользовала. У меня закончились вот 3 ампулы. Я их, наверное, сразу давайте вот так вот положу, чтобы ничего не попачкать. Ну, я думаю, что неплохое средство. Одной ампулы хватает на одно применение, наносится на кожу головы. Ну, знаете, как бы это средство, которое вот не скажет, что оно вот прям вот действует. Наверное, это все в комплексе. Но я вот верю, что как бы масла это для волос полезно, поэтому использую его для профилактики. У меня было и с миндалем, сейчас вот эти ампулы, поэтому нравятся. И, в принципе, буду покупать дальше. Следующее, что у меня закончилось, это уже для тела. Закончилась у меня пена для ванны от Avon, французская сирень. Здесь объем 500 мл. Ну, в общем, пена от Avon, думаю, многие знают. Вот, в пенах, скажем, данное средство дает хорошую обильную пену, которая на протяжении принятия ванны не опадает. И даже когда воду сливаешь из ванны, на стенках еще пена остается. Вот. Ну, это, конечно же, хорошо. Я, хотя я люблю больше молочную пенку, но в любом случае, это мне тоже понравилось. Что касается аромата, то Avon, в принципе, молодцы, что у них огромный выбор ароматов. И цветочные, и всякие там фруктовые, всякие вкусняшки. Это классно и правильно. Но дело в том, что вот из бутылочки чувствуешь аромат, а в ванной далеко не всегда. Вот здесь вот, чтобы почувствовать аромат, я использовала аж на два вот этих деления. Но все равно аромат был не такой уж яркий. Что касается соответствия, ну, я, конечно же, сирень ощущаю. Но все же там какая-то еще такая немножечко химозная нотка присутствует. Но все, в общем, в рамках приличия. Конечно, этот аромат я повторять не буду. В запасах у меня сейчас еще пенок много. Ну, а там посмотрим. В принципе, если будут попадаться в наборе из пяти средств, ну, наверное, можно. Также закончился у меня гель для душа в объеме 500 мл из магазина Фикс Прайс Милки. Гель для душа, нектарин. Ну, хотелось мне попробовать данный гель, потому что я люблю ароматы нектарина, там персика, прочее. Упаковочка очень хорошая. Гель, конечно, довольно-таки жидкий, но я пользуюсь мочалкой, поэтому мимо нее ничего не проливается. Пенилось, конечно же, на мочалке все прекрасно. И объем 500 мл, ну, как-то сглаживал неприятность, что гель жидкий. На теле просто без мочалки пенился чуть хуже, но тоже вполне себе прилично. Аромат из бутылочки, конечно, более натуральный, чем когда раскрывался в душе, но вполне узнаваемый. Какой-то действительно такой вот десерт, может быть, какой-то йогурт. Ну, в общем, довольно-таки приятно. Покупку, конечно, я повторять не буду, потому что есть много других средств, которые у меня есть и в запасе, и, в принципе, хочется еще приобрести, попробовать. Но в целом гель очень даже неплохой, и впечатления у меня остались о нем, в принципе, нормальные. Но ничего особенного. Бывает, конечно же, продукты гораздо лучше. Еще один гель для душа, который у меня закончился, это от Ифраше Жордан Дюмон в объеме 200 мл. Флоридский апельсин. Ну, обалденный гель для душа. Во-первых, сами гели от Ифраше, особенно в этой серии, они хорошие. Мне лично кожу не сушат, у меня кожа нормальная, она не сухая, не жирная. В общем, для меня все эти гели абсолютно нормальные в использовании. Ну, плюс они хорошо пенятся, они, в принципе, экономичны. И аромат. Аромат понравился просто безумно, пахнет фантой, просто очень вкусно, вот один в один. И в душе также хорошо раскрывается, то есть не трансформируется. Я его уже вроде бы тоже выливала-выливала, но, видите, еще осталось. Очень нравится. Это не первая моя бутылочка и, конечно же, не последняя, когда я буду делать заказ в Ифраше или, скорее всего, покупать уже непосредственно в бутике, потому что в их магазине, потому что, как бы, знаете, ну, раньше мне нравилось заказывать через сайт, потому что там были хорошие подарки и так далее. Но сейчас, как я поняла, наверное, проще будет зайти непосредственно в магазин и приобрести там нужные товары. Вот. А так, конечно, классно. Кому нравится аромат фанты и кто еще не пробовал этот гель, в принципе, попробуйте, если есть возможность. Еще закончила использовать я от Avon Lotion Spray для тела в объеме 100 мл, ароматная ваниль и сандаловое дерево. Очень нравится, я уже много раз говорила, нравятся мне эти спреи от Avon, потому что, да, они содержат спирт, но зато это и расширяет спектр применения. Если есть какие-то высыпания на коже, можно побрызгать. То есть, в принципе, во всяких там поездках, летом, еще что-то, опять же, как такое дезинфицирующее средство, плюс приятный аромат и для ароматизации пространства, там, белья, не знаю. То есть, можно применять, но не знаю, насколько фантазии хватит. Поэтому спреи нравятся и буду продолжать покупать дальше. И, наверное, регистрацию в Avon я сохраню только, прежде всего, из-за этих спреев. Сам аромат. Я, конечно, не являюсь фанаткой ванили, но вот, например, благодаря Faberlic я как-то к ванили пересмотрела свое отношение в лучшую сторону. И вот здесь, казалось бы, еще и сандал, он обычно довольно-таки тяжелый аромат, но здесь очень хорошее сочетание, оно неудушающее. Я, когда его купила, приобретала его зимой, начала использовать, потом летом отставила в сторону. Следующий вот зимой как раз это я про него немножко подзабыла и сейчас вот доиспользовала. Но могу сказать, даже в теплую погоду меня как-то этот аромат не душил, как ни странно. Поэтому классные средства. Я не знаю, как бы специально все-таки, наверное, именно этот аромат я не повторю, хотя он хороший. Но если он будет в наборе, например, из пяти средств, то все равно возьму с огромной радостью и использую. Также у меня закончился мой любимый скраб от FITO COSMETIC из магазина Fixed Price. Скраб для тела жиросжигающий, ореховый, на основе кедрового жмыха, с маслом зеленого кофе и экстрактом бурых водорослей. Я, конечно, брала, как я уже много раз говорила, не из-за названия, а потому что мне понравилась его консистенция, внешний вид. То есть там такие вкрапления, кремовая основа, обалденно вкусный аромат. И оказалось, что вообще этот скраб неожиданно работает. Но работает в каком плане, у меня кожа, слава богу, подтянутая, там так далее, профессия обязывает. Но я заметила дополнительный тонус. Эффект такой кратковременный, но вот правда используешь и минут через 10-15 чувствую, что... Как-то я не знаю, скраб придает дополнительный тонус коже, кожа еще более такая подтянутая, поэтому понравилась. То есть я не знаю, есть ли у кого-то действительно, может быть, проблемы с весом, может быть, есть там целлюлит или еще что-то. Я, конечно, уверена, что скраб сам по себе не поможет. Но то, что он работает и какой-то эффект видимый дает, это факт. То есть, по крайней мере, тонус этот скраб реально дает. Еще один скраб у меня закончился от Lactimilk, New Lactimilk, детокс для кожи. Он на основе активного концентрата молочных аминокислот с биопудрой эмбеля для всех типов кожи. В объеме 300 мл покупала его в магазине Первый косметический на Октябрьском поле. Что могу сказать? Пахнет действительно имбирем. Аромат довольно такой приятный, свеженький, поднимающий настроение. Но эффекта я никакого не обнаружила. У меня в плане скрабов кожа чувствительная. Но даже для моей чувствительной кожи этот скраб, ну, вообще был какой-то ни о чем. К тому же у него такая вот основа, какая-то желеобразная. И без того, как бы, такие скрабирующие частички, которые вроде бы ощущаешь на коже, но они вообще ничего не делают. А вот эта вот основа, она еще и, ну, как бы, затрудняла процесс попадания этих частичек на кожу. Им было очень сложно к телу пробраться. Поэтому, в принципе, ну, и он еще, кстати, не пенится. Поэтому, в целом, ну, просто ароматерапия, вот и все. Не более. Поэтому, конечно, повторять я данную покупку не буду. Вам, наверное, тоже не могу советовать. Впрочем, если у вас прям какая-то совсем уже чувствительная кожа, то попробовать можно. Особенно, если вам нравится аромат имбиря. Но он здесь действительно такой приятный. Но, в целом, скраб ни о чем. И никаких видим, никакого видимого эффекта вообще я не заметила. Хотя, учитывая, что здесь написано детокс, ну, не знаю. В принципе, по крайней мере, я лично ничего не обнаружила такого. Следующее, что у меня закончилось, это уже такие продукты по уходу за кожей лица. Во-первых, от Organic Kitchen маска лифтинг для лица, укол, красоты, свежие яблоко и органический ройбуш. Безумно понравилась эта маска. Она, во-первых, подходит как для использования, вообще в любое время года использовать. Особенно классно летом, потому что она прозрачная, такая гелевая. У нее приятный такой свежий аромат. Соответственно, кожу она не будет ни жирнить, ни аромат не будет удушать. И, конечно же, я заметила эффект. Действительно, как-то кожа разглаживается. Вот эти мелкие мимические морщинки, следы усталости, они хоть и на время, но проходят. Единственное, что использовать его лучше, вот знаете, когда принимаете ванну. Вот я наносила данную маску, а сверху, вот в фикс прайс продаются прессованные масочки, я смачивала в тонике и накладывала сверху вот эту маску. И, допустим, лежала в ванной. То есть, чтобы никакой мимики не было, чтобы лицо было расслабленное. И тогда реально я замечала эффект. Поэтому покупку абсолютно точно буду повторять. У меня, опять же, кожа на лице, она не жирная, не сухая. Но все-таки со всякими жирными продуктами, когда вот пользуешься, то проблемки могут возникать. Поэтому для ухода за кожей лица летом буду приобретать точно. Очень хорошая маска. Далее, поставила в использование, показываю вот такую коробочку. Это Ренаваш от Фаберлик крем для шеи и декольте. Комплексное омоложение. Ну, там, по-моему, или 50 плюс возраст. Мне, конечно, это очень рано. Здесь 75 миллилитров. 0,756 артикул. Пользуемся вместе с мамой. Но маме крем подошел, а меня буквально на третий день после применения очень сильно обсыпало. Причем реально на вот линии декольте, в зоне декольте и на шее прям очень много появилось высыпаний. У меня вообще такого никогда не было. К сожалению, вообще очень печально, потому что крем реально работает. Я заметила, что кожа на шее прям стала заметно лучше практически с первого применения. И аромату крем очень классный. Поэтому сейчас я сначала сделала небольшой перерыв в использовании, чтобы все эти высыпания прошли. А теперь я использую его днем, когда там прихожу или в выходной, или когда там из студии приезжаю. После принимаю душ, наношу этот крем и вечером уже перед сном его смываю. Таким образом, вроде бы никаких высыпаний более не было. Но крем действительно хороший. Мне понравился. Далее закончился у меня гель для век увлажнения тонус. Цветы Тиаре, ягоды Годжи, масло Карите, этноботаника Фаберлик 30+. И, в общем, объем 15 мл. Ну, он такой гелевый. Ну, не знаю, использовал его как вот ежедневный уход. Ну, вроде нормально. У меня просто, по счастью, видимых каких-то проблемок нет. Поэтому, в принципе, довольна. Ну, ничего особенного я там не заметила. Но, повторюсь, ничего особенного такого и не было. Также из этой серии 30+, закончилась маска для лица. Ну, те же самые, в общем, составляющие. Такая вот масочка. 10 мл. Артикул называть не буду, потому что сейчас уже эта серия обновилась. Что хочу сказать. В общем, вообще не работала эта маска никак. Знаете, есть маски, которые после однократного применения, видишь какой-то пусть кратковременный результат. Если результата нет, то, по крайней мере, есть какая-то свежесть, легкость. Там еще что-то. В данном случае ничего нет. Просто нанесла маску, вроде пощипала лицо, потом смыла. И, знаете, кожа такая вот, даже смывается вроде как и не до скрипа. Как-то так вот проводишь по лицу, и рука так не очень-то, знаете, по нему скользит. И вообще никаких ощущений ни свежести, ни легкости. Вообще ничего. Поэтому маска, ну, просто вот как пустое место. В принципе, если у меня, я посмотрю, в запасе такие есть, ну, использую, чтобы не выбрасывать. Но покупать я такие штуки точно не буду. Я вообще поняла, что кроме вот, пожалуй, этого крема, со всеми остальными, вот по уходу за лицом продуктами у меня из этой серии ничего не сложилось. То есть, либо ничего вообще, либо какие-то высыпания не подходят. Также был у меня пробничек от черного жемчуга, крем-гель для умывания с водой для сухой чувствительной кожи. Кожа у меня не сухая, но чувствительная. В общем, неплохой крем-гель, он действительно как крем, он не пенился. И такой был, вы знаете, консистенция густого крема. Приятный был аромат. Вроде бы хорошо очищала лицо. Я даже заметила, что косметику тоже смывает, но она у меня не водостойкая. Я ничего от черного жемчуга ранее не пробовала. Почему-то я мимо как-то данной косметики всегда проходила. Но, в принципе, наверное, для разнообразия я бы даже приобрела вот такую полную версию, скорее всего. Ну, по крайней мере, впечатление было от применения довольно-таки приятное. Получила этот пробничек я на сайте Пробери. Там можно заказывать всякие пробники бесплатно и платить только за саму доставку. Но мне по Москве эта доставка 150 рублей, по-моему, обходится. И последнее, что именно по уходу за лицом у меня закончилось, это от La Roche-Posay Efeclar. В общем, гель для умывания. Здесь был объемчик такой маленький, 15 мл. Я очень рада, что у меня была возможность бесплатно получить набор от La Roche-Posay. Хотя он, в принципе, для жирной кожи. То есть, это не мой тип кожи. Но в любом случае, как бы если с умом пользоваться, то можно извлечь из этого пользу. Просто косметика это не бюджетная, пусть и не самая дорогая. И перед покупкой хотелось бы хоть что-то потестировать. Ну, хороший гель, он очень экономичный. Там буквально маленькой капельки хватает для обильной пены. Ну, в принципе, действительно хорошо очищает. Но вот данный гель я не приобрету, потому что и не мой тип кожи. И есть у меня другие любимые гели в использовании. И я их буду дальше приобретать. Но вот перед этим средство Foclar Duo Plus у меня закончилось. Вот его я буду точно приобретать в полной версии. Потому что, когда есть какие-то высыпания, они прям очень быстро проходят. Ну, а так... Знаю, что у меня многие знакомые пользуются. И, в принципе, для жирной кожи могу порекомендовать. Повторюсь, средство не бюджетное, но оно тоже работает. И экономичное. Далее пойдут продукты по уходу за руками. Ну, во-первых, как я очень часто, в общем-то, показываю. Дом Фаберлик. Мыло для кухни, устраняющие запахи. С ароматом кофе. 300 мл. 11-211 артикул. Классное мыло. Но они отличаются только ароматами. А по свойствам все одинаковые. Мне нравится. Использую и для кухни, и для стирки там всяких собачьего постельного белья. У крысы лежанка. И клетки мою. В общем, классный продукт. Аромат очень приятный. Но не чисто кофейный. А такой вот конфетки, знаете, с кофейной начинкой. Скорее вот так вот я бы сказала. Так что могу порекомендовать. Очень хорошее средство. Также закончилось у меня жидкое мыло. Роза и сандал. От Фаберлик серии Оранжерея. 200 мл объем. И артикул 86-44. Честно скажу, ну, мыло само по себе хорошее. Оно нормально пенится. Не сказать, чтобы очень обильно. Но хорошо. Руки очищает. Несмотря на то, что оно обычно прозрачное, оно кожу не сушит. Но мне не понравился аромат. Вообще я люблю аромат розы в косметике. Я бы сказала, просто обожаю. Что касается сандала, то не всегда бывает удачное сочетание. Потому что сандала это тяжелый аромат. И, соответственно, если переборщить, ну, сами понимаете. Здесь же ничего не переборщили. Но я не почувствовала розы, не почувствовала сандала. Для меня это был такой аромат какого-то либо дорогого лака для волос. Либо какого-то не самого бюджетного антистатика. В общем, какого-то такого вот спрея. То есть я не могла отделаться от мысли, что вот я от меня, вот, знаете, от рук пахнет чем-то вот таким вот. Или лаком, или, повторюсь, антистатиком. Поэтому, ну, мы с мамой использовали. Но, конечно, подобные продукты именно из этой серии больше повторять не буду. Я еще с дуру взяла спрей. Теперь вообще не знаю, что с ним делать. Вот. Хотя знаю, многим нравится. Ну, все это на любителя. Ну, мама тоже здесь ни розы, ни сандала не почувствовала. Вот, опять же, я говорю свое мнение. То есть я никого не хочу обидеть, потому что мы все разные. И даже, в общем-то, восприятие даже от самочувствия зависит. Кстати, вот сейчас у меня анемия прошла, поэтому, наверное, надо еще затестить. Ну, вдруг. Вот, знаете, сейчас, вот сейчас я чувствую сандал. Но розы, опять же, я не почувствовала. И все равно в остатке идет вот какой-то такой вот продукт типа лака. Дальше из серии оранжерея у меня закончился крем для рук и ногтей «Милый Жасмин». 75 мл 85-43 артикул. В принципе, неплохой крем, но у меня руки не проблемные. Вообще, в этой серии вот роза – это самый питательный крем. Асмантус я, к сожалению, сейчас подарила, поэтому не смогу затестить. Хотя, по-моему, у меня еще есть один. Но мне кажется, он там самый легкий. Вот этот вот такой средненький. Ну, мне абсолютно хорошо подошел, хорошо ухаживал за руками. Аромат очень нежный, приятный. Ну, на день вполне может подойти. Ну, так, если его нанести, где-то минут через 10, я думаю, вполне можно. Будет приступать к какой-нибудь там работе. В общем, неплохой. Если, конечно, у вас руки очень проблемные, это, конечно, не ваш вариант, а так могу посоветовать. Еще у меня закончилась от Фаберли крем-маска для рук омолаживающих, для продления молодости. Кожи рук с коллагеном 2109 артикул и 50 мл. Ну, в принципе, сейчас есть уже там новая версия про руки. Хорошая маска. Я ее не смывала, даже под перчатки не всегда использовала, хотя и такое было. По-разному. Бывало, на ночь наносила просто как такой ночной питательный крем. Когда снимала, вот, скажем, ногти, то... Потому что у меня не свои, так сказать. Поэтому тоже использовала по уходу за руками, за ногтями. Мне нравилось. Перчатки использовала и вот эти тряпочные специальные, по-моему, от Эйвен. И просто такие одноразовые, целлофановые. Хороший крем, могу посоветовать. И для проблемных рук тоже, думаю, подойдет. Был у меня пробничек также с сайта Провери. Бархатные ручки СОС Восстановление. Для сухой и очень сухой кожи. Вы знаете, понравился. Ну, в принципе, я не люблю бархатные ручки, но этот крем неплохой, в принципе. Аромат у него, мне кажется, немножечко какой-то такой аптечный. Но он не травянистый. Я не могу даже понять, с чем вот это можно сравнить. Но все-таки какой-то он такой аптечный. В принципе, мне подошел. Если, не знаю, попался бы мне там полная где-то версия, ну, наверное, попробовала. Ну, в любом случае, я не испытываю особой любви к бархатным ручкам, но неплохо. По крайней мере, даже этот пробничек хоть какое-то впечатление на меня произвел, в отличие от полных версий, которые у меня были раньше. Также закончилась такая малютка жидкость для снятия лака «Ласка» 30 мл. Она с ацетоном. Я ее как раз-таки использую для обезжиривания ногтевой пластины. Мне очень нравится. Наличие ацетона меня не пугает. Ну, потому что я, кроме неприятного, допустим, аромата ацетона, в нем ничего больше плохого нет. Ну, это мое, конечно, такое мнение. Также от Фаберлик закончился у меня лак. Артикул 73-85. Очень хороший лак. Здесь, конечно, такие мелкие есть блесточки, но он очень красиво смотрится на ногтях. При освещении, при различном меняет оттенки. Нравился и маме. И мне вот закончился. У нас еще один есть такой хороший. Также от Фаберлик закончилась у меня такая выравнивающая основа. Артикул 73-96. Это уже не первый мой флакончик. Действительно хорошо выравнивает ногтевую пластину. И под лак хорошо использовать. И под, скажем, например, типсы вот эти вот. Тоже очень хорошо, чтобы не было никаких, скажем, пустот. Очень классно. Также закончилась у меня маска для ногтей от расслоения от Фитокосметик. Вот в такой вот упаковочке. Потрясающая маска. Конечно, знаете, у меня ногти слоятся только если я наношу лак для ногтей. Если я лаком неделю-две не пользуюсь, у меня ногти не слоятся. Но когда я снимаю вот эти типсы, если я их сняла непосредством теплой ванночки, а как-то мне нужно побыстрее, то ногтевая пластина может немножечко, скажем так, попортиться. И вот эта маска, когда ее наносишь, она ногтевую пластину как-то вот выравнивает, смягчает, очень хорошо питает. И ногтевая пластина выглядит очень такой ровной, здоровой. Можно дальше нанести прозрачный лак и, ну, через какое-то время, да, там через полчасика, и ногти будут выглядеть очень-очень ухоженными. Поэтому могу рекомендовать. Состав здесь очень хороший. Здесь вообще только всякие масла. Вот, но здесь вот уже, видите, все такое жирное, поэтому не прочитаю. Ну, там и календула, и еще что-то. Вообще никакой здесь гадости нет, поэтому могу рекомендовать. Сейчас у меня из этой серии тоже что-то подобное есть, и тоже состав классный. А также закончился у меня восстанавливающий комплекс «Звездный дождь». Уход за ногтями с хитозаном и витаминами Е и В5. Восстанавливает, укрепляет, защищает. Используем мы вместе с мамой. Покупали за 29 рублей в магазине Ашан. Очень классное средство. Тут я использую где-то дня по три, потом наношу снова типсы. И вы знаете, действительно, ногтевая пластина становится лучше даже за эти три дня. А если использовать более длительное время, то эффект будет тоже абсолютно точно. Здесь, конечно, есть формальдегид, для кого это важно. Но в отличие, например, от средства фаберликовского, здесь нет какого-то мерзкого аромата, нету кашля, не щипят глаза. Поэтому вполне, думаю, можно использовать. Но формальдегид, я уверена, здесь в небольшом количестве, который для здоровья не опасен. Но в любом случае, как бы, за ногтями ухаживать надо. Поэтому, ну, опять же, для кого важно, вот имейте в виду, что формальдегид тут присутствует. Но средство очень хорошее. Далее покажу продукты по уходу за полостью рта. Во-первых, это паста моя любимая, которую многие ругают, биомет с кокосом. Здесь 100 грамм потрясающая паста. У нее нетермоядерный вкус и аромат. Слегка пахнет кокосом. Очень натурально, не тошнотворно. Паста классно пенится. Здесь нет фтора, что очень важно. И вечером, например, вот на ночь используешь эту зубную пасту. И нету никакого термоядерного вот этого привкуса во рту. Соответственно, не хочется потом это, простите, пойти чем-то заесть. Не говоря о том, что если это использовать утром, а потом, например, поесть, то опять же эта паста не перебивает вкус пищи, что важно. И вот стоматолог мне тоже посоветовал ее. Собственно, я рада, что он посоветовал. Потому что, ну, вернее, как посоветовал. Я сказала, что ей пользуюсь. Он говорит, я ей тоже пользуюсь. Она очень хорошая. Я порекомендовал, так как с тором мне категорически просто не подходит. Проблем я уже много раз рассказывала. Огребла не слабо. И вот коробочка от очередного тюбика. Скоро мои запасы подойдут к концу. Буду заказывать через, ну, в общем, в магазине Южный двор. Там можно через интернет их магазин заказать. И она, по-моему, будет гораздо дешевле. Также положила в использование пасту от Гималая Хербл. Комплексная защита. Покупала фикс прайс за 55 рублей. Вот эту пасту я сейчас стала использовать вечером. Вот эту пасту использую утром. Здесь тоже нет фтора. Она, конечно, более термоядерная. У меня электрическая зубная щетка. И термоядеренность, конечно, усиливается. Но паста тоже хорошая. Мне нравится. Также вот выбрасываю коробочку от геля Рокс. Это не зубная паста. Это именно гель, который немножечко, ну, как, укрепляет зубы, осветляет, возвращает блеск. И, ну, когда лечишь зубы, то, если возникает чувствительность, вот его можно использовать. Его используют как? Наносят. Почистят сначала зубы, обычной зубной пастой, потом наносят этот гель на зубы. И 20 минут нужно выдержать, не сплевывать. Она взаимодействует... Этот гель взаимодействует со слюной. И, как бы, да, простите за подробность, слюна очень сильно накапливается во рту, но надо 20 минут потерпеть, а потом, как бы, выплюнуть. И еще где-то 45 минут не есть, не пить. И она снижает чувствительность зубов. То есть, если ваши зубы чувствительны, то вот после вот такого курса, говорят, вообще помогает. Ну, я... У меня эмаль достаточно плохая, но я ее покупала, когда зубы лечила. Но могу сказать, что, как вот мне сказал стоматолог, он сам пользовался таким гелем, он сказал, что у него тоже зубы чувствительные. И когда вот он эти 20 минут ждал, то у него даже зубы как-то так болели. Но я ничего подобного не чувствовала. Здесь нет никакого вкуса, что мне не понравилось. Поэтому у меня моя ученица хотела попробовать тоже этот гель. Я вот половину использовала, половину отдала ей. Сейчас купила аналогичный, который уже немножечко восстанавливает эмаль. Наверняка, понятное дело, что восстановить эмаль вообще-то нельзя, но все-таки улучшить ситуацию можно. Поэтому взяла уже такую вот медли чувствительного зубов. Там вроде бы вкус мяты, но он немножко такой гольковатый. Но не яркий. Далее. Ну, по крайней мере, вот, кстати, я вам сейчас даже сомневалась. Показываю. У меня просто... Да, вот здесь без фтора. С кальцием, фосфором и магнием. Вот я сейчас засомневалась. Ладно, не буду искать, чтобы видео не было длинным. Просто я засомневалась в чем. Показываю я вам для чувствительных зубов или уже не для чувствительных. Дальше. Закончился у меня вот такой вот ополаскиватель для полости рта знахарь. Стоит он 20 с небольшим рублей в Ашане. Объем, по-моему, 200 мл. Здесь тоже нет фтора. Такой сладковатый вкус. Но для меня свежести хватает, потому что у меня есть аллигатор для полости рта. И для меня в любом случае, как бы, свежесть дыхания вообще не стоит проблемой. Хотя и до этого никакой проблемы не возникало. Поэтому средства хорошие. Вообще, у знахарьи и пасты хорошие. Мне очень нравится. Но я беру в основном с собой на работу для того, чтобы не чистишь зубы, а вот после чая, кофе пополоскать. Классно. Ну и в завершении видео покажу, кстати, еще один продукт из, скажем так, бытовой химии. Я про него совершенно забыла. В магазине FixPrice за 99 рублей. Я покупала порошок стиральный Zipo для машинной стирки 3 кг. Вот такая вот упаковка. Но я им в любом случае не стираю, так как предпочитаю другие. Но аромат здесь, кстати, не термоядерный. И мама уже пользовалась и вроде бы как очень довольна. Так что закончился. И последнее, что покажу, это уже упаковки из-под парфюмов, которые я поставила в использовании. Долгое время от Avon у меня был в запасах такой вот парфюмчик Cherish. Поставила в использовании здесь 50 мл. Ну и вкусненький такой аромат иногда для разнообразия вполне. Также поставила в использовании от Avon Tomorrow, тоже 50 мл. Понравился мне этот аромат. Вот пользуюсь уже с удовольствием. Далее поставила в использовании Today, тоже, естественно, от Avon 50 мл. Люблю этот парфюмчик. И уже много таких флакончиков у меня позаканчивалось. Также поставила в использовании Pur Blanc, лимитированная коллекция, тоже 50 мл. Вот эта беленькая. В общем, сейчас для меня по восприятию уже такой приятный аромат. И лимитированная коллекция Persif 30 мл тоже поставила в использовании. Ну вот теперь это все мои пустые баночки. Надеюсь, вы не устали. Я просто стараюсь обычно снимать видео почаще и с меньшим количеством. Но здесь вот просто пару дней не было времени снять. А баночки копились просто с какой-то вот скоростью, как будто у меня там, не знаю, фабрика по переработке косметики. Если видео вам понравилось, может быть, было полезным, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем большое спасибо за просмотр. И до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok